МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости перобластного канала в студии Оксана Холодова и главная тема в начале. Ушел человек, ушел художник, скончался Александр Тихомиров. Сезон опасных окон, ребенок, выпавший из окна в Благовещенске, сейчас находится в больнице. Первая партия. 49 парней весеннего призыва отправились защищать родину. Экспофорум не за горами. У общественно-культурного центра начался монтаж оборудования для работы открытых площадок выставки. На самом дне благовещенские спасатели чистят реки в местах отдыха от мусора. 17 мая ушел из жизни известный амурский художник Александр Тихомиров. Признанный мастер, кавалер многочисленных наград, родоначальник нового направления в живописи и оконописи. Эта уникальная техника благодаря таланту Александра Евгеньевича стала известна во всем мире. Он посвятил всю свою жизнь искусству и очень многое сделал для культурного становления при Амуре. Каким был народный художник России в нашем первом материале? Одна из последних выставок Александра Тихомирова в областной столице год назад Александру Евгеньевичу исполнилось 60. Увидеть неповторимую оконопись пришли почитатели творчества мастера. Именно Тихомиров смог разглядеть на старых дощечках и ставнях что-то божественное, данное свыше. Каждая его работа – это произведение искусства. Он много экспериментировал с этой техникой. Оттенял лики святых то простой краской, то драгоценными металлами. И каждый образ становился его философским прочтением жизни. Оконопись стала для художника живым материалом, из которого он творил и радовал своими произведениями окружающих. Пришли мои друзья. Это самый большой подарок. Эмоции человека абсолютно счастливого. Ну, представляете, если бы никто не пришел. Значит, что-то в этой жизни и так сделал. Каждая его выставка, где бы она ни была, здесь, в Благовещенске, Москве или Европе, всегда становилась культурным событием. Гений Тихомирова признали во всем мире. Его работы сегодня есть в коллекции президента России Владимира Путина, в частных собраниях, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Человек искусства многое делал для того, чтобы продвигать это искусство, делать его понятным для всех. Долгое время Александр Евгеньевич был куратором студии имени Верещагина при УМВД России по Амурской области. Таких художественных залов в нашей стране всего два. Отрадно, что один открылся при содействии Тихомирова. Выставка здесь помогает вам прикоснуться к искусству, потому что у вас очень мало времени. Вы не всегда пойдете куда-то в музей и так далее. А мы делаем и выездные выставки по отделениям УВД по Амурской области. То есть приближаем наше искусство к вам. Александр Тихомиров занимался не только оконописью, он еще и прекрасный пейзажист, скульптор. Сегодня мало кто знает, но именно он является автором нескольких мозаичных панно, которые до сих пор можно увидеть на фасадах зданий издательского комплекса Амурской правды, ДСАФа, Дворца профсоюзов. Он жил в постоянном поиске. Многое сделал, но многое так и не успел. Сердце мастера остановилось на 61-м году жизни. Время творческой зрелости и свершений, которых мы уже не увидим. Юлия Камышный, Первый областной канал. Соболезнования родным и близким Александра Тихомирова выразил губернатор области Александр Козлов. Глава региона отметил, что ушел из жизни человек, который своим творчеством олицетворял гордость и славу при Амуре. Это огромная невосполнимая утрата для всех нас. Александр Евгеньевич был гениальным мастером, высочайшим профессионалом в живописи. Он умел ценить настоящую дружбу, всегда стремился оказать поддержку молодым талантам. Более чем за 30 лет жизни в Амурской области он успел изучить все ее уголки и всем сердцем полюбить амурские просторы. Он делал все, чтобы сохранить и обогатить культурные традиции нашего уникального региона. Александр Евгеньевич создавал произведения искусства, которые понятны и близки каждому. Для кого величие России – не просто слова. Прощание с Александром Тихомировым пройдет 19 мая. Церемония начнется в 11 часов в Кафедральном соборе в Перелке-Релочной. Отпевание в 12 часов, а в 13.15 состоится гражданская панихида. В армию с почетом. 18 мая первые новобранцы весеннего призыва отправились к месту службы. Провожали ребят в торжественной обстановке. На будущих защитников отечества отправилась посмотреть и съемочная группа Первообластного. Почти полсотни ребят на плацу – первые новобранцы этой весны. Всего же из Преамурия нести военную службу. По итогам этой призывной кампании отправятся более тысячи человек. Почти все они будут служить в Восточном военном округе. Несколько человек отправят в Петергоф, в учебный центр железнодорожных войск, а также в десантные войска в Омск. Слово, выпускники школ в этом году в армию не идут. Школьники в этом году не пойдут. Школьники имеют отсрочку до 1 октября в год успешной сдачи испытательных экзаменов, то есть ЕГЭ. То есть им после окончания школы до 1 октября предоставляется в соответствии с федеральным законом отсрочка для того, чтобы они воспользовались правом поступить в учебное заведение. Если в прошлом году это право можно было использовать только для поступления на высшее профессиональное образование, то с 1 января этого года можно поступать и после 11 класса на среднее профессиональное образование. Они будут иметь точно так же отсрочку от призыва на военную службу до момента окончания учебного заведения. Кстати, в 2017 в армии появились новшества. Те, кто получил среднее профессиональное образование, вместо одного года по призыву могут пойти служить по контракту на два года. В настоящий момент 12 человек уже занимаются оформлением документов. Столько же призывников с высшим образованием также пожелали стать контрактниками. На призывном пункте рассказали, сейчас парни пошли более здоровые, да и от армии практически не бегают. Бывают случаи, что, допустим, парень проживает по одному адресу, а прописан по другому, и у нас возникают сложности с его оповещением для вызова на призывную комиссию. Сейчас служит один год. Он только принял присягу и уже готовится к увольнению в запасе. Сами призывники рассказывают, родину защищать готовы. Тем более, что служить и правда всего ничего. Конечно, как бы все служили. Отец, все дед, как бы достойно, да. Прослужить год нормально. Там год служить, небольшой срок. Может, для всяких плюсов сделаем. Да. Характер, может, поменяется после армии. Посмотрим. Призывников на службу сегодня отправляли с торжественным напутствием. Помимо военных, слово дали и маме одного из парней. Я хочу пожелать вам всем, чтобы у вас было всегда мирное небо над головой, чтобы вы с честью и достоинством исполнили свой долг, защищали Россию, помнили о своих родных и близких, никого не подводили. Ну, конечно, плохо, что всего год. Надо бы побольше. Ребята же рады, что служить им всего год. Да и условия куда лучше. Кстати, сейчас каждому призывнику уже на призывном пункте начинают делать дембельский альбом. Так что будет, что показать родным и любимым по возвращении из армии. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Первый областной. В Благовещенске из открытого окна многоэтажного дома выпал ребенок. Это первый случай в столице Преамурия в этом году. По предварительным данным, трехлетний малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Так как семья жила на втором этаже, мальчик получил травмы, но остался жив. Сейчас он находится в областной детской клинической больнице, и его жизни ничто не угрожает. На место происшествия сразу выехала оперативная группа. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего. Дежурную часть городской полиции поступило сообщение от одного из медучреждений города Благовещенска о том, что к ним поступил ребенок с травмами и ушибами. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что ребенок возрастом трех лет выпал со второго этажа одного из домов города Благовещенска. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для принятия законного решения. Охотоведы и лесники, экологи и вожатые, воспитатели и строители. Такие профессии на это лето выбрала амурская молодежь. В четверг на площади Ленина студенческие отряды амурских вузов и СУЗов получили путевки на летние трудовые семестры. На торжественную линейку собрались 20 студенческих отрядов. В этом году бойцов педагогических отрядов ждут в детских оздоровительных лагерях Дальнего Востока. Также приезда амурчан ожидают на рыбокомбинате в Хабаровске, а в Приморье наши ребята будут возводить завод «Звезда» в городе Большой Камень. Всего же этим летом в разных организациях, настройках и предприятиях поработают полтысячи амурских студентов. Кстати, трудовые будни у некоторых начнутся уже через неделю, поэтому студентам придется сдавать экзамены досрочно. И, как рассказали сами учащиеся, преподаватели всегда идут им навстречу. В исторических отрядах находимся уже два года. Первый год я ездил на космодром восточный, строили инфраструктуру города. А сейчас мы едем в Приморский край строить на завод «Звезда». Мы решили разделить отряд, потому что у нас много человек. И мы поедем, одни поедем на космодром, а другие в Приморье. На стройке литера номер 8 в микрорайоне Европейский в Благовещенске завезли кирпичи и цемент. Вот уже несколько дней здесь кипит работа. Строители возвели внутреннюю несущую стену и уже завершили кладку межквартирных перегородок. Смонтировали более 50 железобетонных перемычек. Все работы ведутся по графику. За выполнением плана следят специалисты, а также инициативная группа дольщиков. Ситуация находится под контролем областных властей. Напомню, в октябре 2016 года ключи от новых квартир уже получили 210 семей многоквартирного дома в 162 квартале Благовещенска. Восьмой литер планируют создать в этом году. По поручению Александра Козлова в области организована плановая проверка использования муниципального имущества. Ее ведет региональное министерство имущественных отношений. Как сообщили в ведомстве, если выявятся факты незаконных действий, материалы будут переданы в правоохранительные органы. По одному из муниципальных образований материалы были направлены в прокуратуру. Там, на наш взгляд, был выявлен случай приватизации квартиры без законных на то оснований. И, соответственно, правоохранительные органы разбираются с этим вопросом. Также в одной из поездок губернатора поступила информация тоже о незаконном пользовании муниципального имущества. Сейчас у нас в министерстве проводится проверка. И когда мы соберем массив данных, и если будут выявлены факты незаконного распоряжения имущества, соответственно, точно так же материалы будут направлены в правоохранительные органы. 440 миллионов рублей поступило в бюджет Благовещенска с начала этого года. Это чуть больше 20% планируемых доходов. Исполнение бюджета в 2017 году обсудили депутаты и власти на профильном комитете Гордумы. Неналоговые поступления выросли, а доходы от налога на землю, наоборот, сократились на 15%. По расходам первые поступления пошли на социально-культурную сферу ЖКХ «Транспорт». Также на комитете подвели итоги исполнения бюджета за 2016 год. В прошлом году областная столица заработала 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Столько же направила на расходы. Основные статьи ЖКХ «Образование, дорожное хозяйство, молодежная политика». Как отметили депутаты, бюджет в 2016 году остался бездефицитным, а значит, областная столица не увеличивает муниципальный долг. 20 мая в соседнем Хэйхэ откроется китайская часть ярмарки приграничных городов Амур-Экспофорум-2017. После экспозиции переедет на Амурскую землю. Подготовка к этому международному мероприятию на российской стороне уже началась. В Благовещенске на площади возле ОКЦ приступили к монтажу оборудования для внешних экспозиций. Китайская часть форума завершится 23 мая. Областная столица примет гостей и участников ярмарки 26 числа. На сегодняшний день в оргкомитет Амур-Экспофорума уже подано более 120 заявок от компаний из России и КНР. Выставочные павильоны расположатся как в самом здании ОКЦ, так и на его площади. В данное время начался монтаж оборудования. Снаружи у нас будет установлено 75 организаций, 75 экспозиций, а внутри 48. То есть в этом году у нас дополнительно установится ряд по продуктам. То есть у нас очень много заявок на продукты питания. Традиционно, кроме экспозиционной части, в рамках Амур-Экспофорума пройдет и деловая. Запланированы двухсторонние переговоры, где будут рассматриваться проекты, в частности связанные с приходом в Амурскую область компании «Газпром», а также семинары, посвященные интеллектуальной собственности и развитию бизнеса, а также традиционные тематические выставки. Как показывает практика, сегодня китайские предприниматели готовы вкладывать свои средства в наше производство, в том числе за счет создания совместных предприятий, которые могут стать резидентами территории опережающего развития. Китайская сторона проявляет интерес. Мы стараемся такое общение выстраивать через разные каналы. Но самое ближайшее – это наше взаимодействие как раз с партнерами с провинцией Холунзиан. У нас сейчас налажен очень хороший диалог. И как раз те предприятия, которые в том числе везут к нам в рамках деловой миссии, мы сейчас готовим индивидуальную программу посещения рядом таких компаний наших территорий опережающего развития. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Первый областной канал. Гости из Поднебесной начали расплачиваться в Преамуре китайскими картами. Им больше не придется менять юани на рубли. С 15 мая один из крупнейших банков России начал читать карты Юнионпэй. Сегодня их принимают в 157 странах мира. Чайная Юнионпэй – национальная платежная система Китая. Ею пользуются большинство жителей этой страны, а также страны АТР. Особенность таких карт – функция бесконтактных платежей. Владельцы Юнионпэй могут снять и запросить баланс в наших банкоматах. За снятие наличных комиссию берет китайская сторона, рассказали в банке. Амурские спасатели готовят реки и озера Амурской области к купальному СИЗО. Но водолазы обследуют дно, очищают его от бревен, валунов и опасных предметов. Перевели в порядок участок Амура от Уралова до Артиллерийской. За работой специалистов Благовещенского поисково-спасательного отряда понаблюдала наша съемочная группа. До своего погружения в воду Владимир Шуваев на месте старта готовит снаряжение. Надевает ласты, утяжеленный пояс, страховочный трос. Самая тяжелая – жилет с баллоном воздуха. В общей сложности водолаз нагружает на себя 40 килограммов. Специально для первообластного на спасателе вместе со снаряжением закрепили камеру GoPro. Поэтому работу Владимира можно увидеть его же глазами. Водолаз спускается на дно и начинает осмотр проводить. Обычно это все происходит на ощупь, потому что вода очень мутная. Видимости практически никакой нет. То есть на ощупь он ложится на дно и потихоньку-потихоньку начинает проводить поиск. Пока водолаз работает на глубине двух метров, его напарник на берегу удерживает страховочный трос. С помощью него водолаз подает сигналы, как себя чувствует и нашел ли что-нибудь. А вот и первая находка – бревно, которое течением прибило к берегу. Деревяшки до камней. От них чаще всего освобождают дно водоема перед купальным сезоном. Как говорят благовещенские ихтиандры, бутылок из стекла стало гораздо меньше. Работа водолаза не для слабых. За полчаса устаешь неимоверно, признаются спасатели. Самое плохое – это течение работать, потому что тебя несет, не удержаться никак. И получается, ты на себя грузов больше вешаешь, а на поверхность ложишься и тебя шуф, по реке тебе плывешь. До конца месяца спасатели обследуют дно благовещенских водоемов, официально разрешенных для отдыха. Проверят дно Зеев, селе Белогорье, поселке Зазейске, а также в районе переулка Связной, два участка на Амуре. Также в списке – озеро Владимировское и ручей Буяновский, поселки Маховая Пать. А когда купальный сезон начнется, будут патрулировать эти участки на катерах. В этом году будут отмечать сразу две памятные даты, которые связаны с именем одного из основателей Благовещенского, святителя Иннокентия. 26 августа исполнится 220 лет со дня его рождения и 40 лет его канонизации. Чтобы почтить память святителя Иннокентия, представители Амурской федерации «Аквайспорт» организовали большую экспедицию. Мы, как лучи солнца, собрались с вами сегодня из городов Иркутска, Якутска, Благовещенск, Сахалина, Камчатки. К нам присоединятся спортсмены из Ситки, Уналашки, Австралии, Китая, Кореи. Духовно-просветительская экспедиция по местам служения святителя Иннокентия стартовала в Иркутске 7 мая. Там был организован крестный ход, участие в котором приняли местные священнослужители, спортсмены из разных городов России, а также амурские организаторы спортивной эстафеты «Объединяя континенты». В общем, более 50 человек. В память о духовном лидере Дальнего Востока они сделали заплыв по реке Ангара с иконами и флагами Федерации «Аквайспорт». В Якутске второй этап 21 мая, третий этап 28 мая в Благовещенске, четвертый – это остров Сахалин, бухта Дуэ, пятый – Петропавловск-Камчатский. И в Петропавловск-Камчатском мы как бы подытожим уже русскую часть проекта «Объединяя континенты» по пути святителя Иннокентия. И если Бог даст, и все будет нормально, то у нас запланировано побывать в местах его служения – это Уналашка, остров Кадьяк, остров Ситка. Во время поездки в Иркутск участники экспедиции заехали в родное село святителя Иннокентия – Анга. Побывали в доме, где проживал духовный служитель. Кстати, зданию уже 214 лет. В планах у организаторов спортивной федерации совершить заплывы на Аляске и 5 сентября вернуться в Благовещенск. Так, большая эстафета амурских спортсменов продлится чуть более четырех месяцев. И это все. Спасибо за внимание. Наши новости доступны и в интернете, и в социальных сетях, на странице Первого областного канала в Facebook и Одноклассниках, а также на сайтах amurobl.tv и amurlenda.ru. Хорошего настроения и удачи. Увидимся на Первом областном канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!